Добрый вечер! Итак, мы с тобой сегодня в центре Мирхольда, где играют пьесу «Травоярные», кстати, с участием Ивана Туриста. Трагик, комик, в одной игре гремерки, грубаны переодеваются, и Трагик говорит, а там спектакль, фурор, все, аншлаг, переаншлаг, там народ еще немерено. И этот Трагик, и там, а у них банкир, всех этих самых, там всех поздравляют. И Трагик говорит, не позвали, забыли. Так, комик, не позвали, помнят. Я прекрасен! Извините. Чего-то я не догонял. Спектакль поставил Толгат Баталов по пьесе Максима Курочкина. Действие происходит в московской квартире, где исчезает принцесса, пропадает золото Азии, и появляется зеленый дракон. Я смартфон на день рождения подарил, на чем он уходит. Как вы относитесь к тому типу филиаций, который практикует героиня фильма «Глубокая глотка»? Информация, это сейчас все. Не надо ли драйверов, не надо блогеров. Помоги сам! Да, ты сам. Толгат, почему вы решили взяться именно за эту пьесу? Я Курочкина очень люблю. Мы почти всей этой компанией играем спектакль «Двое в твоем доме» в Театре Дога, где Курочкин у нас, ну, он артист в этом спектакле. То есть он играет там кандидата в президенты Беларуси, но это неважно, другая история. Ну, просто как бы мы... у нас сначала собралась компания, а потом появилась пьес «Травоядный». Я очень стойкий, меня однажды в клечке ногу сожгли, ничего. Просто этот в маске сказал «Тай залопа азиатская! Золотой гель!» На этих словах я сломался. Ольга Перевезенцева, продюсер спектакля «Травоядный». А вы знаете, ну, мы с Толгатом Баталовым познакомились близко, познакомились, по крайней мере, в школе театрального лидера. Мы вместе учились в прошлом году. Мы решили, что вместе будем делать спектакль. Подали на грант, в открытую сцену, получили грант. Любите пустыню, такой, какая она есть, со всеми ее плюсами, минусами. Ну, почему вы здесь? Максима Курочкина, конечно, очень сложно ставить. И долгое время я думала, боже мой, как же мы это сделаем? Но Толгат, на мой взгляд, предложил отличное решение. И да, для нас, для Бога, я считаю, проект был интересным и важным. Что, давно пропало? Отсюда. Что, попало? А встань, не пробуй? Это я по-дружески спросил. Бери руки. Основной месседж таков, что это как бы, ну, это русский комикс. Но только в русском комиксе все не супергерои, а русский комикс, он про проеб. Ну, то есть, все как бы собираются спасать принцессу, но в итоге все проеб. Про проеб и про пиздеж. Два главных супергероя русского комикса, это проеб и пиздеж. Ну, мать, облучай-то, я понял, что ты пиздежок, походу, да, это раз не делаешься. Не делаешься! Ваш сегодняшний герой в спектакле. Кто он такой? Ну, их три. Их три героя. Три персонажа, вернее. Некий сосед на лестничной клетке, который там, потом какой-то рабочий. И, как в пейсе этого указано, человек в маске, грабитель без выебанных. Все три уебища, конечно. Я даже штаны не успею поменять, я такой урог этих штанок. Если такие сволочи всем заправляют, зачем оно мне, это золото? Радость прежнюю, я на него не куплю. Это понятно. Пойду, хуй себе отрит. Не надо. Не поможет. Мне не помогут. Тогда я ухожу! Вот это, пожалуйста. Вот это, пожалуйста. Хотят запретить вообще мат. Что вы на это скажете? Ну, а как вы думаете, к какому у меня может быть отношение? Это для меня сейчас проблема. Что можно сделать с фразой? Пиздеж, это святое. На что ее можно заменить? Не на что? Что же говорить, что вот тут шел на заборе в слове «Мир» три ошибки. Так что ли? Не интересно. Ну, это не пидор. Его гомосексуально ожесточили в турецком контрразведке. Ярые исполнители уже начали, сколько я слышал, закрывать какие-то спектакли. Ну, это большая проблема сейчас. Ну, я сейчас вот работаю в Красноярске, делаю спектакли. И там стоит эта проблема. Люди не знают, что идет. Репертуар летит. Ну, в театрах летит репертуар. Я не понимаю, к этому относиться. Потому что мне кажется, что у нас сейчас столько проблем есть в стране, которые надо бы решать. А сейчас же наймут кучу людей, которые будут выискивать этот мат. Ведь сейчас уйдут большие государственные деньги на то, чтобы закон этот воплощать, воплотить в жизнь. Ну, действительно, это же надо будет сейчас отсматривать спектакли. Соответственно, соберутся какие-то комиссии, которым будут платить зарплаты. Ну, то есть... Это все надо напоминать то, что было. Эти, как это, литовки эти, вот эти вот, да, вот, которые там сидели, смотрели. Ну, рок-группы я произвожу в свое время, когда. Каким-то разрешали выступать, каким-то нет. Потому что у него рука не поднимется, ночью женщину нахуй позвать. Потому что он уже прошел через какое-то такое сито важное. Так бросил от себя этот процесс деформации. Там все очень сложно. Все ждут, когда закон опубликуют. Потому что никто не понимает, как он функционирует. А потом получается же, что они должны будут его напечатать в российской газете, закон, естественно. И должны будут написать список слов. Соответственно, нарушить свой же закон, потому что мат в СМИ появится. Вот это абсурд вообще. АПЛОДИСМЕНТЫ Актерский состав группы, который был образован в переезде между польскими деревнями в автобусе со спектаклем Театра Дог, достаточно интересная, веселая музыка, о которой подробнее расскажет вокалист группы Сергей Овченик. Привет! Здравствуйте, мы только что видели вас в роли. В роли зеленой какашки. Да, получилось, поздравляю. Спасибо. Я буду даже иногда мелькать, что вас тоже видели в роли. Не он это! Не он это! Вот тут открылась тайна, что оказывается еще и музыкант, и скоро у вас концерт. Да, 18-го. Майя, 18-го мая. Клуб «Китайский летчик Джао Да». Замечательно. Приходите танцевать. Почему надо идти? Группа называется «Олег». Надо идти, не знаю, по кочану. По кочану. Я хочу быть рок-звездой «Мама». Да, я очень хочу быть рок-звездой «Мама». Это текст из песни. Мы выжаты на подъеме. Там вот был удар по лицу, он был настоящий. Какой из вас интересует? Если вы этого пора это, то это по-настоящему. Мы с этой компанией артистов делали спектакль в Польше. И, собственно, там импровизированно возникла группа «Олег». Сережа писал песню «Овчинников-артист». И вообще у него, который дракон в спектакле. И у него вообще была мечта всегда собрать рок-группу. И вот первый раз они спели его песню в Польше, в финале нашего спектакля. И как-то вот у них появился музыкальный коллектив теперь. Группа «Олег», где они все играют, поют. То есть я напрямую не участвую в их группе, но, можно сказать, в каком-то смысле инициировал собрание их бэнда. Это не главное, ребята. Это главное. Главное, чтобы не было войны. Специально. Подожди. Группа «Олег», специально для рок-тусы. С вас 64 тысячи 15 копеек. Ребята, спасибо. Мне понравилась атмосфера. Если он стал такой герой, как-то мне понравилось. Ребята, обыкнули ситуацию в теле. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok